Всем добрый день, меня зовут Екатерина, я на данный момент проживаю в Японии, в городе Токио, родилась я в России, в Татарстане. О школе Михаила я узнала буквально за две недели до начала обучения Пятого потока. Сложилось всё таким способом, что случайно, не случайно, в моё поле стало подать информацию о Михаиле Агееве. Я, к сожалению, на тот момент ещё ничего не знала о Михаиле. И от одного своего знакомого я услышала, что ты знаешь такого Михаила Агеева? У него очень сильный канал Бога, и этот человек имеет очень сильный поток. Ещё от одной знакомой услышала, что она слушает медитации Михаила на его канале YouTube. И буквально вот в этот короткий промежуток времени я услышала ещё от нескольких людей, что кто-то рекомендует медитации Михаила, кто-то рекомендует вебинары. И, конечно, когда поле выстраивается таким способом, что такое ощущение, что тебя куда-то зовут, что тебя зовут, я, конечно же, не поленилась, зашла на канал YouTube Михаила Агеева. И первая медитация, которую я послушала, это была медитация в храме любви. И да, это было стопроцентное узнавание тех самых энергий, которых жаждала моя душа. И я не задумываясь, даже не посмотрев план школы, не посмотрев, какие уроки будут в школе, о чём будет в школе Михаила Агеева, я просто написала в школу, что я тоже хочу пойти на обучение, потому что моя душа говорила, да-да-да, тебе нужно быть там, тебе срочно нужно быть там. Я, конечно, осознавала, что обучение уже начнётся вот-вот, через несколько дней, и, наверное, в этот поток, может быть, я не попаду. Но всё равно надежда где-то тешилась, и да, я попала в последний вагон. И в этом я тоже вижу божественное благословение, что мне всё-таки удалось это сделать. Что касается уроков школы, конечно же, информации очень много, и наставник, он рекомендует просматривать каждый урок по 7-10 раз, 7-10. И, конечно же, с каждым новым просмотром открываются новые грани урока, новое сознание, и для меня было очень много нового, несмотря на то, что я уже была в эзотерических каких-то практиках, знаниях, прочитала какие-то книги уже до встречи с Михаилом, и занималась какими-то техниками, но то, что я узнала в школе Михаила, это просто твои старые знания мои многие, они разлетелись как щепки, потому что они были от эго. А у Михаила, у него, во-первых, такой талант, у него дар от Бога доносить всю информацию в таком простом ключе, то есть он священные писания, многие духовные вопросы, духовные вещи, многие какие-то эзотерические сложные темы, он говорил таким простым, любящим языком, таким понятным каждому человеку, и вот душа, она впитывала каждое слово, каждый вот этот посыл, всю эту энергию. И, конечно же, ты меняешься, потому что это не просто знание, мудрость от ума, это действительно информация от сердца в сердце. И, конечно, много уроков, которые меня удивили, это даже начиная с самого начала у нас были уроки повышения вибраций, мне казалось, что я уже знаю, как повышать вибрации, но нет, Михаил открыл очень много новых техник, и также урок молитв. Я выросла в набожной семье, у меня бабушка была очень верующая в христианскую религии, и она читала всегда молитву по молитвослову, у меня даже есть молитвослов, подаренные моей бабушке, я иногда читала, но я ничего не чувствовала, потому что это было просто прочтение от головы. И вот Михаил, он обучает больше десяти видов молитв, он даёт разные виды молитв, и там действительно молитвы идут в потоке Господа, в потоке Творца, и молитвы из сердца. И я была удивлена, что слово, которое произнесло в духе, в сердце, оно имеет мощь, оно имеет силу, потому что в нашей школе был организован чат молитв, и мы могли писать какие-то запросы, касающиеся нас, либо наших близких, наших знакомых, и те, у кого был настрой, те, у кого было время и желание, мы могли молиться, практиковать молитвы в этих ситуациях за людей. И потом многие писали свидетельствования, я благодарю, что вы молились, например, моему ребёнку стало лучше, я благодарю, что вы молились, у меня вот такая ситуация разрешилась. И я сама во время обучения школы в течение семи месяцев молилась за многих людей, и у них произошли перемены, то есть слово, сказанное в духе, сказанное действительно в сердце, оно имеет силу. И, конечно же, урок о тёмных эгрегорах, о тёмных структурах. Этот урок я ожидала, зная, что Михаил, он эксперт в этой теме, практика, эксперт с большим опытом, и, конечно, этот урок, он тоже один из моих любимых, потому что я понимаю, что там, где есть свет, там есть и тьма, и как бы я понимаю, ну, понимала, что боясь или где-то не затрагивая эту тему, ты не пойдёшь в духовность настолько глубоко, насколько мне хотелось. Конечно же, урок предназначения у меня тоже был один из любимых, потому что я пришла в школу тоже с таким запросом, что мне очень хотелось узнать, кто я, для чего я, в чём мой путь, в чём я могу быть полезна себе и миру, во благо своей радости, во благо мира. И, конечно же, урок об уроках души, урок о силе воина света, урок о том, как творить свою реальность, урок о том, как взаимодействовать с деньгами. Вот хочу сказать очень важно, что Михаил, несмотря на то, что он духовный человек, он понимает, что мы живём в материальном мире, и он так красиво преподает вот эту тему духовности, деньги, мне очень откликнулось, потому что до этого я, да, сидела где-то в медитациях, летала в облаках и никак не проявлялась в материальном мире. После того, как прослушала урок, уроки, там несколько было, да, уроков на эту тему, я поняла, что истинная духовность – это когда ты являешься проводником этих энергий именно на Землю, когда ты делаешь что-то, да, когда ты меняешь судьбы людей, когда ты меняешь пространство Земли, когда ты, ну, делаешь что-то во благо других. Что я ещё хочу сказать по поводу школы. Уроки были построены таким способом, и обучение всё было построено таким способом, что каждому, кто живёт в другом, например, часовом поясе, как я, потому что у нас были ученики из разных стран, из Австралии, из Индии, из Канады, с Украины, и, конечно же, каждый мог просматривать урок в удобное для него время. Раз в неделю у нас были кураторские встречи, и раз в неделю у нас были субботние встречи с наставником. Я очень скучаю по этим встречам, потому что практически каждую встречу Михаил начинал с духовного завтрака. он провозглашал, именно не читал, а провозглашал аффирмации в Духе, в своём потоке, в канале Бога. И мне это так запомнилось, это давало такой ресурс, это давало такое глубокое осознание своей божественности, что сейчас я читаю аффирмации именно так, как обучил Михаил. Конечно же, урок активации ДМК Бога. До этого я слышала, что нужно активировать свою божественность, но я не знала, как это делать. И Михаил, он практически в каждом уроке, эта информация, она просто вшита в наставника, в каждом его слове, в каждом его посыле, в каждом его уроке он напоминает о том, кто ты, он напоминает о нашей божественности, о нашем божественном происхождении, о том, как важно проживать жизнь в этом потоке, как важно проживать жизнь в подсознании того, что ты, что Бог в тебе. И, конечно, за 7 месяцев, находясь в поле наставника, ты уже понимаешь, что ты не можешь иначе проживать свой путь, проходить свой путь. Не то, что ты не позволяешь, это непозволительно, у тебя просто уже не получится иначе, потому что ты видишь эти горящие глаза наставника, ты видишь эти горящие глаза кураторов, его помощников, и ты понимаешь, что, да, это истинное проявление духовности, это истинное проявление божественного человека. И, конечно, находясь в поле наставника, у него такая страсть к жизни, любовь к миру, любовь к людям. Я очень сильно поменялась, и я такой была человек, ну, есть своё мнение, есть какие-то, да, свои взгляды, много чего есть в моём сердце, но мне нелегко было этим и делиться, и вообще как-то проявляться, но когда ты находишься в поле наставника, который просто горит, горит своим служением, горит любовью к Богу, в тебе раскрывается такая мощь, в тебе открывается такая сила, такая уверенность, ты понимаешь, что ты больше не можешь стоять в сторонке, ты больше уже не можешь быть где-то незаметной, и ты пришла служить. Ну, то есть я узнала своё предназначение, но во время обучения в школе, и, конечно, я теперь следовать буду идти этим путём. Ещё хочу сказать, что во время школы раскрывается очень много даров, это дары ясновидения, ты уже можешь получать ответы напрямую в канале Бога, ты можешь получать многие ответы от ангелов, от взаимодействия со своими наставниками и ангелами, конечно же, это очищение тёмных структур, и очень много тем, которые просто действительно впитались, не просто впитались головой, они впитались моей душой, моими всем тонкими телами, и, конечно, я уже не буду прежде. Как и говорил Михаил в начале школы, он сказал, вы уже никогда не будете такими, как прежде, и я это понимаю. Что касается обучения и оплаты за обучение, я хочу сказать, что цена приемлемая, мы сейчас живём в таком мире потребительском, что мы можем тратить эту сумму на какие-то не совсем нужные вещи, и если задуматься, что знания, мудрость и перемены, которые ты получаешь во время обучения, а знакомства. Сколько там в школе было восхитительных, божественных, душевных, глубоких людей. Со многими людьми у меня было такое узнавание родственной, родной души. Я ни с кем не знакома лично, пока ещё, я надеюсь, на личные встречи в будущем, в скором будущем, но это было такое узнавание души, что родственных душ, единство такого поля, любящего поля. И, конечно, если учитывать знания, которые ты получаешь в школе, вот эти вот мудрость, вот эти знакомства, вот эти вот перемены, и эту силу, мощь исцелять, очищать пространство, то, конечно же, эта школа стоит намного дороже, она бесценна, и просто, наверное, невозможно оплатить, если оценивать знания, знания, которые получаем мы во время обучения. Ещё я хочу сказать такое слово в заключении своего видео, что у меня в самом конце обучения я несколько дней просто вот так вот рыдала на взрыв, но это были слёзы осознания, что да, да, я поняла теперь, что такое духовность, я поняла, что такое проходить истинную духовность, проживать свой духовный путь, я поняла, что такое ощущать канал Бога, я поняла, что такое идти вот своим истинным путём сердца, но для того, чтобы мне это понять, мне нужно было обойти такой вот путь, я ездила в Индию, я искала наставников англоязычных с переводчиками, я вот искала, 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 и вот встретив Михаила, я поняла, боже, как же всё просто, этот человек, Михаил, он говорит на русском языке, он родился со мной в одной стране, он говорит простым языком, он излагает из сердца в сердце, и вот мне нужно было пройти вот этот путь, чтобы встретиться, да, с наставником, поэтому если у кого-то есть отклик в сердце и желание пойти в истинную духовную школу, школа, которая организована на небесах, и Михаил является просто проводником этих знаний небесных, то, конечно, не должно быть никаких сомнений, нужно просто послушать своё сердце и пойти, потому что идти вот таким вот путём, изучая разные знания, практики в школах, да, духовных, их сейчас очень много, и потом осознавать, что всё равно что-то не то, нет вот той наполненности, нет этого ощущения, да, это то самое, и это просто трата времени, денег и своего ресурса, потому что такой школы, как у Михаила, я не встречала, её нет, она единственная, всех благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok